Пик продажи опасных игрушек в приближении нового года на прилавках все чаще можно встретить салюты, фейерверки и петарды. Но в погоне за наживой о правилах безопасности продавцы зачастую забывают. За балл с огоньком решили проверить пожарный, они вышли в рейд в набережных Челнах. Что именно забывают предприимчивые предприниматели в репортаже. Таблички номеров вызова пожарной охраны где-то имеются, просто не вижу на видных местах. То ли при виде камер, то ли от неожиданного визита пожарных, но хозяину не сразу удалось найти все необходимое. Тем не менее, на вопросы отвечать пришлось. Вам известно, что павильон на торговой площади менее 25 квадратных метров. Устройство, значит, полдовую для хранения технических изделий запрещено. Там же это немного, вот же вообще запрещено в любом количестве. Эльман Исмаилов признается, работает недавно, а потому не знал, что его павильон слишком мал для хранения петарды фейерверков. Держать опасную продукцию нужно в отдельном помещении. Все нарушения фиксируют на камеру и выдают предписание. За данные, значит, нарушения требований пожарной безопасности, коды самоответственности предусмотрены наказания от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. И, естественно, выдача предписания по устранению данного вида нарушения. Открылись мы как второй месяц. Нарушения выявлены. Будем исправлять. В принципе, пиротехник у нас по ГОСТу сертифицированная. Справим ошибки. Следующая проверка нагрянет скоро. Уж слишком опасные фейерверки. Владельцам за неисполнение требований грозит серьезный штраф. Проверять павильоны с петардами и другой пиротехникой пожарные намерены вплоть до Нового года. Специалисты предупреждают. Главное – не покупать фейерверки на улицах в сомнительных палатках. Эльвира Бятулина, Эльвира Салахова, Андрей Буслаков. Вести Татарстан. Набережная Челмы.